Дождь на улице. Прекрасная погода для ребис. Чувствую. Запишем сегодня видосик. Всем привет, ребят. С вами Ева Лысая Блондинка. И наконец-то я вышла в видео. Вы даже не представляете, как мне лень было что-то делать. Не припомню, что у меня были когда-то разговорные видео. В этом видео я вам расскажу плюсы быть лысым. И минус быть волосатым. Все плюсы и минусы я конкретно писала из своей жизни. Потому что, так сказать, есть опыт. Буду говорить о своих плюсах, которые меня устраивают. И своих минусах, которые, в принципе, могли быть и лучше. Но и так тоже зайдет. Начнем, конечно же, мы с плюсов. Чтобы вы сразу не разочаровались там или что-то еще. Первый плюс быть лысым. Это экономия. Экономия всего. Средств уходовых за волосами. Времени. И бальзамы. И какие-то масла для волос. Кондиционеры, которые нужно обновлять каждый месяц. Или там каждые полгода. Я не знаю, как вы их покупаете. Это все сведено к нулю. Это очень удобно. Это очень практично. Быть лысым. Это моя новая партия. Подписывайтесь на меня. Вписывайтесь на мой канал. Второе. Это комфорт. Все мы знаем, что когда дергают за волосы. Когда сидите, вы могут где-то прижать волосы. Это вам станет неприятно. Но мы же знаем, что мы, лысые люди, этим не страдаем. Вы всегда чувствуете себя комфортно. Вы знаете, что вас никто за волосы не потянет. Потому что логично, у вас их нет. Третий пункт. Это экономия вашего времени. То есть, как я сказала ранее, экономия денег. Вообще на всем. И сейчас мы переходим к третьему пункту. Это экономия вашего времени. С утра вам не нужно придумывать прическу, какую вы будете делать, чтобы пойти куда-то туда. Когда у вас нет волос, в принципе, у вас больше времени на раздумия дается в другой сфере деятельности. Выбрать, что одеть. Выбрать, что поесть. Выбрать, что сделать сегодня-завтра. В волосах, в принципе, вас вообще это не заботит. Следующий пункт я написала. Не так жарко. Я не знаю, как это объяснить. Просто, ну, реально, не так жарко, как обычным людям. И еще вернусь к экономии. Мы также моем голову. Все равно потные отделения, эти вот железы всякие, выделяют пот. И в любом случае нужно мыть голову хотя бы мылом. Мыло дешевле, чем шампунь, понимаете? Как бы это чаша весов. Следующий пункт. Работа над самооценкой. И также имидж. Если у вас, допустим, какая-то вот такая штука случилась, что у вас выпали волосы, облысение, да? Либо же вы просто побрились. Решили так в своей жизни. У вас сразу меняется имидж, у вас сразу меняются отношения к себе, у вас сразу начинается какое-то развитие в голове, которое, вот, понимаете, ваш мозг сам придумывает себе какие-то идеи, что дальше одевать, как дальше себя преподносить. И на самом деле это очень круто работает с людьми. Какова плохая самооценка? Выходить лысым человеком в какую-то толпу людей, это такая проработка вашей самооценки? Вы даже не представляете. Следующий пункт, который как-то привязан к прошлому пункту, то, что сегодняшний тренд, на самом деле, это короткие стрижки. Я не раз видела, как реально популярные личности сейчас бреются на лысо. То ли потому, что у них там какие-то начинаются реальные проблемы с волосами, допустим, они очень часто красили волосы, либо у них в уши, может быть, либо просто такой тренд, и они это делают. Сейчас реально это возможность начать себя любить и принимать. На сегодняшний день это тренд. Быть таким, какой ты есть. Следующий пункт мой любимый. Я назвала его «Честность». Объясню. Когда вы человек с волосами, прикольной, симпатичной внешности, да, привлекательный, харизматичный, люди не сразу показывают свое истинное лицо, какое оно есть на самом деле. Они могут лгать, они могут высокомерить. Но когда вы лысый человек, не скажу, что вы непривлекательный, но скажу, что люди по-другому к вам относятся. Когда вы начинаете общаться с людьми, они сразу показывают свое истинное лицо, потому что они не хотят, чтобы вы заинтересовались ими, потому что им это неинтересно или что-то такое. И они сразу показывают, что это не ваш человек. Ваш человек примет вас, расскажет, будет честным с вами и будет себя вести по отношению к вам, как к человеку, а не как просто к какой-то там упаковке красивой, да. Вы понимаете вообще, о чем я говорю? Потому что я так все рассказываю. Следующий пункт – разнообразие в стиле. Это также относится к волосатым людям, но так как видео сегодня идет конкретно о лысых и об обритых людях, вы можете разнообразить жизни столько, что вы даже сами себя не узнаете через, не знаю, время, когда вы поменяете себя, например. У вас есть возможность выбрать парики, покупать, не знаю, ходить в них или не ходить, сделать татуировку, сделать несколько татуировок, сделать татуажи, начать делать всякие макияжи, то есть пробовать что-то новое в себе, менять, всякие пирсинги, может быть. и да, это конец. Мой последний плюс – это относиться к людям экстравертам. Вы любите повышенное внимание и любите всегда на себе зацикливать свое внимание и окружающих также. это весомый плюс быть лысым. У вас внимание есть всегда. В прямом смысле всегда. Только если вы не живете где-то сейчас, не знаю, в поле, в лесу, животным плевать на вас, честно. Так что, если вы любите внимание и не знаете, что придумать, отличная идея для вас – побриться на лысы, сделать это на камеру и выложить это видео. Оно обычно неплохо залетает. Ну и последний плюс, который лично мне очень нравится. Можно ходить без шапочки в бассейн. В бассейн. Понимаете, чем? Не повезло с этим. Извините. Сейчас мы переходим к минусам. Первый минус – это холодно зимой. Маленькой елочке холодно зимой. Это правда. Люди с волосами греют себе волосами, еще иногда носят шапки, кто не хочет болеть. А мы, в свою очередь, не иногда носим шапки, а всегда носим шапки и сверху капюшон. Потому что очень неприятно, когда у тебя замерзает голова. Ты как будто бы пьешь ледяной фрозен или как он называется, смузи, у тебя замерзает мозг. Второй минус. Может, для кого-то это даже и плюс, кому-то нравится. Нужно носить обязательно летом головной убор. Кепка, панама, бандана. Солнце очень сильно перепекает голову, как это бы не смешно, ни иронично не казалось. Это правда. Ну, и если вам все равно не нравятся головные уборы, можно просто голову мазать кремом от загара. Третий минус. Ну, это не минус, это как минус делать себе короткую стрижку, если у вас есть этот минус. Третий минус – это у кого неровный череп, и вы знаете это, естественно. Нет смысла делать короткую стрижку. Это минус больше по внешности, чем по каким-то таким критериям, которые я сегодня назвала. Мне в моем случае повезло, потому что у меня, в принципе, голова, я бы не сказала, что она супер прям ровная. В принципе, она круглая. Четвертый, последний минус, который лично меня очень сильно раздражает – маленький размер головы, невозможно выбрать кепку. Люди с волосами, в принципе, плюс-минус имеют одинаковый размер головы и головных уборов, в принципе, тоже. Обычно шьют один, два, три размера. Средний там, да, большой на мужскую голову, скорее всего, и поменьше там, на поменьше. Конкретно в моей ситуации ни один из этих размеров не подходит. Поэтому иногда мне приходится выбирать кепки в детском отделе, потому что моя голова по размеру приблизительно такая же, как и у моей пятилетней сестры. Вот, в принципе, это единственный минус, который действительно задевает меня за живое. Я думаю, это были все минусы и плюсы быть лысым. Если вам понравилось это видео, если что-то натолкнуло на вас на идею и побрец веналос, вы можете сейчас сравнить плюсы и сравнить минусы и сделать свои выводы. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что подписались и поставили лайк этому видео. С вами была Яла Смывка и всем пока!